13 октября. Впервые наша больная голубка начала клевать. Утром дала ей творог, в клюв прям покормила. Ну и мелкие-мелкие крошечки упали на полотенце. На другое тут полотенце, кстати, было. И она, смотрю, вот эти мелкие крошечки начала склевывать. Вот она нашла, догадалась. Ноги у нее плохо слушаются, то есть ее ведет. Так она догадалась отупереться хвостом в угол и вот так вот сидеть. Видите, какая? Голова стала соображать. Очень долго уже болеет. Сколько она уже болеет? Месяц или сколько? Вот. И сегодня только 13 октября. Она начала самостоятельно клевать. Появился какой-то интерес. После того, как я ее обработала и вермеком, искупала, накапала. Она там в некоторых местах. Сегодня опять я ее обработала, то есть второй день. После этого у нее состояние стало лучше. Вот до этого я не замечала, что у нее проплешина совсем. Везде проплешина. Не сразу заметила. Когда я ее подобрала на улице, у нее было очень хорошее объявление. Она была красивая, замечательная. На одной ножке только вот так лежала она, провалившись на одну ножку. Я подумала, что у нее поломана нога. Потому что она выглядела абсолютно здоровой. Но когда я ее принесла домой, она целый день ничего не ела. Вечером начали ее кормить кашей со шприца. Оказалось, что у нее зертячка. То есть непроизводное перчение шеи. Потом мы догадались, что ее надо лечить. Вот давали мы ей, значит, утром, обед, вечером, да? Нет, утром и вечером за полчаса до еды четвертушку таблетки нестатина. Потом еще немножко каких-то гладильных текарств, я не знаю каких. Потом то фурузолидон, то нефурузолидон. Короче говоря, так не постоянно антибиотик была. Не уверена, что давать. У нее долго держалась температура. Да, долго держалась температура. Прямо она вся горячая была. Вот. И вот, наконец-то, первый день, как она проявила интерес к еде. Начала клевать. Вот так вот. Одноразовые пеленки я уже, как говорится, не использую, потому что бесполезно. Я взяла два полотенца и стираю их. То есть в хозяйственном мыле я их замыливаю. Они лежат у меня долго. Потом я, значит, промываю, еще раз замыливаю. И вот таким образом, без глажения, обхожу из-за кипячения. Вот то одно, то второе меняю. Ну, это, скорее всего, голубка. Сегодня она сколько? Два или три раза вылетала из этой коробки. То есть клюв, он цепляется за край коробки, поднимается. И таким образом помогая крыльями себе вылетает на пол. В последний раз, когда вот она недавно вылетела, на нее налетел наш голубок, орел. Сначала думал, что делать, потом решил все-таки напасть и поклевать ее в спину. Я не знаю, мне кажется, что это самка. Но почему он так напал на нее, непонятно. Это же не самец, чтобы на него нападать-то. Вот клюет, что-то клюет. И что характерно, у нас вот орел, да, этот самец, который бегает по квартире, он старается клевать очень мелкие частично. А эта, она пшеницу вот клюет. Вот семечки я видела, как она клюет черные. Пшеницу как только, то есть она крупная клюет. Вот, а орел выбирает только мелочь. Сначала вот съест он мелочь, потом, когда ничего не останется, он начинает крупное клевать. Вот, он предпочитает мелкое клевать. А она вот и семечки клюет, и пшеницу клюет. Молодец. Может, ей еще творог дать? Вот я не знаю, можно ей много творога давать или нет. Она сегодня очень хорошо поела. Прям, наверное, не знаю, даже ложку, наверное, маленькую столовую ложку, такого, десертную, полную съела творога. С удовольствием прям. Я прям чувствую, когда она есть хочет. Когда она есть хочет, когда не хочет. Когда она с удовольствием прям ест. Я чувствую ее, вот эту вот маленькую голубку. Да? Ну, ешь, давай ешь. Ешь, моя хорошая. Собачью эту занял, вон. Все, и гоняет ее с ее же лежанки. Давай, давай, клюй, клюй. Тюк-тюк-тюк. Вот я не знаю, кормить ее или достаточно того, что она поела. Или этого мало будет. В принципе, она, наверное, может уже перейти на самостоятельное питание. Давай, не спи. Давай, ешь. Ой, блин. Меня клюнуло в палец. Ах, ты поразка маленькая. Ах, ты поразка маленькая. Ты чего меня клюешь? Я от неожиданности испугалась. Взял, меня клюнуло в палец. Готово. Ох. Продолжение следует...